Это гостиница «Шахтер» – один из объектов, готовящихся к Евро-2012. Еще год назад этого здания не было. Теперь оно почти облицовано, ведутся отделочные работы. Подготовка к Евро-2012 идет без особых сложностей, говорят в горысполкоме. Сейчас завершают отделочные работы на третьем и четвертом этажах аэропорта. Готовятся к сертификации взлетно-посадочной полосы, возводят диспетчерскую вышку. Ситуация же с гостиницами усложнилась тем, что Донецк будет принимать полуфинал чемпионата Европы. А в таком случае требования выше. Пока построено чуть больше половины требуемых номеров. Есть и определенные трудности с реставрацией четырех отелей в центре мегаполиса. У меня вызывает несколько тревогу состояние реконструкции гостиницы «Украина», гостиницы «Дружба» и гостиницы «Банкиры», гостиницы «Централь». Это те четыре гостиницы, по которым необходима более жесткая и конкретная работа. Во время футбольного чемпионата в городе будут работать 2500 волонтеров. Часть добровольцев уже участвовали в молодежном чемпионате Евро-2009. Сейчас студентов готовят психологи и преподаватели иностранных языков в Донецком национальном университете. На Евро-2012 ребят разделят на группы. Одни будут сопровождать команды и болельщиков, другие сотрудничать с медиками и милицией. Третий – работать переводчиками. Сопровождение будет организовано не только на матчах и в гостиницах. Даже на обеде с официантами гости смогут поговорить на английском. Запланирована программа в 2011 году обучения персонала обслуживающего. Это как кондуктора, так и сотрудники гостиниц, так и сотрудники кафе, ресторанов. То есть в каждом кафе, ресторане должен быть один сотрудник. Это именно по протокольным маршрутам в центре города. Должен быть сотрудник, который знает английский язык. В этом году на подготовку к Евро-2012 государство должно выделить Донецку больше 2 миллиардов гривен. Помогают в подготовке мегаполису Германия и Австрия. Они делятся опытом организации чемпионатов. Уже определено место фан-зоны рядом с парком Щербакова у входа в стадион «Шахтер». По требованиям УЕФА там должно поместиться 20 тысяч человек. Сегодня здесь убирают деревья и кустарники. В марте территорию будут асфальтировать. Это будет территория, которая будет ограждена забором, естественно, символикой УЕФА. То есть там будет вывешено 5 экранов. Один большой и четыре чуть поменьше. Там будет организована торговля сувенирами всей атрибутики, которая связана с чемпионатом Европы. То есть там, естественно, будет точка общепита спонсоров УЕФА. Кроме большой фан-зоны, в мегаполисе построят две зоны отдыха и 8 парковок рядом с Донбасс-ареной. Их начнут возводить весной. В целом же вся организация рекламы, продажи билетов и обслуживания чемпионата уже документально согласованы с УЕФА. Определенный спонсор – Евросеть строительных магазинов. В горосполкоме сообщили, сейчас в Донецке работают инспекторы Европейской футбольной ассоциации. Они проверяют, успеет ли подготовиться город к чемпионату. Оксана Витальевна, Евгений Красюков, Панорама.